Мы производим формовую игрушку, это различные фигурки, домики, избушки, ежики, белочки. Компания выпускает более двух миллионов игрушек в год. Это очень много, это просто безумно много, никто в принципе столько никогда не производил. Есть производственный момент именно по цехам, где полностью наша доработка. Мы создавали оборудование, и аналога этому оборудованию нет. Это не просто штамповка из 3D-принтера или из какой-то машины, которая выдувает пластик. Здесь 90% ручного труда. Стеклянная игрушка – это душа, это сердце художника, который нарисовал ее собственными руками. Как стеклянная трубка превращается в изящную елочную игрушку? Что производит фабрика новогодних украшений весь год, если ее товар востребован только на праздники? И стоило ли руководителю компании идти на риск и продавать квартиру ради запуска собственного производства? Меня зовут Николай Коломеев, я являюсь основателем фабрики новогоднего настроения. Мы восстановили историческую технологию производства елочной игрушки из стекла. И сейчас я вам покажу таинство нашего процесса. Не обычный бизнес по изготовлению елочных игрушек, а фабрика новогоднего настроения. Именно так позиционирует свое предприятие Николай Коломеев. Ведь украшение зеленой красавицы – это добрая семейная традиция, которую многие любят с детства. Поэтому и отношение к своему делу у основателя не могло быть формальным. На Новый год мандарины, запах цитрусов – это основа праздника. Шампанское, бенгальские огни, все яркое, все красочное. Новый год именно ассоциируется для меня, для моей семьи именно с этим. У меня есть прямо из памяти начало 90-х годов. Мы стояли очень долго в детском мире, чтобы купить елочную игрушку. Я лично помню, как я ее выбрал. Сказал, мама, купи мне, пожалуйста, вот этот шарик. Это был действительно очень красочный малиновый цвет. На нем нарисован буратино из сказки. И вот этот шар, он для меня символизирует действительно детство, Новый год, елка, мандарины, праздник. Что производит компания? Екатерина уже много лет покупает стеклянные игрушки фабрики «Коломеев». Причем не только для украшения своей елки, но и в подарок. Новый год – это самый приятный, вдохновляющий праздник. И я всегда закупаю новогодние подарки для своих корпоративных клиентов, партнеров, контрагентов, членов семьи и так далее. И считаю, что продукция этой фабрики – это просто универсальный подарок, который приносит радость абсолютно любому человеку, независимо от его возраста, пола, социального статуса и так далее. Сегодня, как обычно, я приехала на предновогодние закупки на фабрику «Шоурум Коломеев». У них классная новая коллекция. И я выбрала из новой коллекции определенное количество шаров, какие-то позиции несколько тысяч, какие-то сотнями для подарков. Почему я выбираю именно стеклянную игрушку, а не, казалось бы, инновационную пластиковую, которая дешевле, легче не бьется и так далее? Стеклянная игрушка – это душа, это сердце художника, который нарисовал ее собственными руками, это традиции, переходящие с поколения в поколение, это радость и ожидание Нового года. В моем детстве я родилась в Советском Союзе. Игрушки были от моей бабушки и прабабушки. Я помню, что они были очень из толстого стекла. Как-то ко мне пришли мои друзья, и мы начали снимать эти игрушки и бросать об пол. И, что удивительно, они даже не разбились. Настолько тогда было толстое стекло. А нынешние игрушки – это действительно настоящее произведение искусства, тонкая работа, сочетание технологий, традиций и инноваций. Елочные украшения, начиная с 19 века, производили из зеркального стекла. До этого на Руси деревья украшали свечами, фруктами и выпечкой. Современные шары сделаны из тонкого стекла, из такого же делают и лампочки. А одно из крупнейших производств елочных игрушек «Фабрика Коломеев» расположено в Брянской области. Мы находимся в комнате, где утверждены технические образцы. На сегодня здесь представлено более тысячи образцов, а всего в компании существует и продается 10 тысяч артикулов. Если мы говорим про формовую игрушку, то в среднем в год мы выпускаем 20-40 новых образов, именно фигурок. Если мы говорим про шары, 70% замена коллекции, это означает, что на шарах мы делаем порядка тысячу новых дизайнов. Мы производим формовую игрушку, это различные фигурки, домики, избушки, ежики, белочки. Мы производим большое количество шаров разных диаметров, 60, 80, 100, 120, 150, верхушки на елке, звезда пятиконечная на елку. Компания выпускает более двух миллионов игрушек в год. Как устроена фабрика? Собственное дизайн-бюро, две производственные площадки, штат в количестве более 180 человек – все это составляющие фабрики Коломеев. Среди сотрудников – опытные мастера стеклодувы, художники-оформители, дизайнеры, а также другой квалифицированный персонал. У меня в руках находится персонаж из детства – снеговик. Сейчас мы вам покажем, как рождается снеговик и пройдем все производственные процессы на нашем предприятии. Елочные игрушки выдувают из полых стеклянных трубок, которые называют стеклодроты. Отрезок стеклянной трубки нагревают на газовой горелке, после чего из него выдувают шар или фигурку. Через усик мастер выдувает воздух, при этом он дозирует его количество и поворачивает заготовку над пламенем, тем самым он доводит шар до определенного диаметра. Стекло вообще – он такой особенный материал, он интересный сам по себе, его поведение – это необычно, немножко монотонно. Интересно, вот просто сделать вещь красивую, похожую на медитацию. Сам процесс, во-первых, он завораживает, и вот чтобы сделать именно красивую игрушку, которая будет радовать людей, нужно работать на позитиве, и тогда все будет получаться. Рабочее место стеклодува оборудовано газовой горелкой, которой подходит газ и воздух. Также рабочее место оборудовано вытяжным зонтом. Угарные газы, которые выделяются в результате горения, убираются с помещения при помощи вытяжки. Температура плавления трубки в среднем 800-900 градусов. И стеклодув чувствует, добавляет, убавляет, чтобы стекло было плавкое, и хорошо получилась форма. После того, как трубка нагреется, используется пресс-форма, после чего получается стеклянная елочная игрушка. Вот пресс-форма, стеклодув поддувает необходимое количество воздуха, потом происходит обжиг елочной игрушки, и рождается заготовка. В данном случае это снеговик, персонаж из детства, любимый всеми. Цех номер два. Здесь происходит серебрение. После того, как игрушка приобретает форму, ее перемещают в следующий цех, где подвергают процессу химической металлизации. Это нужно для того, чтобы на внутренней поверхности образовалось зеркальное покрытие. Елена Александровна добавит специальный раствор в сочетании двух компонентов, опустит в горячую воду, температура воды около 50 градусов, немножечко перемешает, и получится эффект зеркала, красота, эффект вау. Специальное дозирующее устройство в определенном соотношении впрыскивает внутрь шара катализатор и раствор азотокислого серебра. В результате перемешивания этих двух жидкостей начинается химическая реакция, в завершении которой тонкий слой серебра оседает на внутренней поверхности шара. Шар приобретает зеркальный цвет. Этот процесс необходим для того, чтобы в дальнейшем при покраске шара шар оставался таким же красочным, ярким и радовал всех на елке. На некоторое время заготовки оставляют на специальные подставки для того, чтобы металлизированное покрытие высохло. Затем их протирают и придают им цвет. Делают это, окуная заготовку в лак. Мы находимся в цеху, где происходит процесс покраски стеклянной елочной игрушки. Сейчас есть профессия красильщик. Мы попросим Татьяну покрасить снеговика. В данный момент используется белый лак. Вообще на производстве мы используем более 100 видов лаков. Это и красные, желтые, зеленые, трендовые, шоколадные цвета, белые, глянцевые лаки, опаловые лаки, матовые лаки. В данный момент Татьяна окунула для нас снеговика, елочную игрушку. Мы попросим еще парочку сделать для нас. И происходит процесс сушки. Здесь созданы все условия для елочной игрушки. Специальная камера. Она имеет определенное количество заготовок. Это порядка 200 посадочных мест. И создается специальная температура порядка 45 градусов. Потом сушильная камера закрывается. И порядка 10-15 минут сушится елочная игрушка. Как запустить свой бизнес? А что нужно было начать? Конечно же, первая – это идея, вторая – это финансы, третья – это закуп сырья. Сырье – это основа, из чего состоит игрушка, соответственно, составить бизнес-план и привлечь инвесторов в банк. Идея продажи новогодних украшений пришла Николаю в 2009 году, когда он наряжал елку со своей женой и ребенком. Но исполнить загаданное желание оказалось непросто. Если вспоминать самое начало, наверное, это речь шла о 5-10 миллионах рублей. И это были единственные средства. Мы продали супругой квартиру. На эти средства мы купили первые игрушки. Когда перепродажа игрушек наладилась, Николай решил заняться самостоятельным производством изделий. Эта идея потребовала новых вложений. Когда мы начали собственный бизнес, у нас свои были вложения, свои инвестиции, все хватало. Но компания росла, необходимо было дополнительное финансирование. Мы обратились к Сбербанку. Сбербанк дал нам кредит. Получили для бизнеса поддержку более 300 миллионов рублей. Эти деньги были потрачены на новых поставщиков в поиск, на оплату действующих материалов, сырья, на покупку оборудования. После этого компания начала развиваться дальше большими темпами. Что касается цифр, если мы говорим оборудование, то любое оборудование – это от 10 миллионов рублей начинается закупка. Так как мы производственники, у нас нет большой рентабельности, мы говорим про прибыль компании – это 5-10%. Бизнес, конечно, выгодный. За счет того, что практически сейчас все производится в России, конечно, бизнес должен быть рентабельный, он рентабельный. Мы сделали бизнес таким, что он приносит прибыль, дает рабочие места. Когда мы начали производить елочные игрушки, конечно, нам пришлось изучить очень много литературы, чтобы правильно осуществить деятельность производства. Мы наткнулись на методичку 1944 года, где четко прописан бизнес-процесс, описание вообще лаков, описание серебра, катализатора. СССР делали очень хорошо и качественно, очень много, соответственно, на весь мир. Наша цель была взять информацию и уже оцифровать ее, сделать в новом формате, с новыми лаками, присыпками, чтобы игрушка была яркая, красочная. Все технологии, которые в методичке использованы, там четко прописано, какая игрушка должна быть формовая, какие должны быть углы, где должен быть овал, где не должен быть овал, какие четкие параметры калибровки должны быть по игрушке, какие размеры. То есть мы возвращаемся на сегодня как раз к материалам, которые были сделаны в годы СССР. Ничего нового абсолютно при производстве елочной игрушки не появилось. Можно описывать елочную игрушку, но весь бизнес-процесс, он понятен и он на 99% все делается вручную. Выдувается, окунается, красится, серебрится. Можно какие-то бизнес-процессы автоматизировать, но принцип останется тот же, что игрушка, она ручной работы практически вся, и там очень много человеческого труда используется при изготовлении. Ощущение волшебства и новогоднего чуда семья Николая не захотела ограничивать январскими праздниками. И пока одни подшучивают над теми, кто елку выносит из дома к 8 марта, Николай не убирает ее вообще никогда. На самом деле это был спорный вопрос, это было мое решение в семье. Я сказал, Ирина, с этого года мы елку дома разбирать не будем. Она говорит, как так? Я говорю, это бренд фамильный. Приезжает партнер, друзья, они видят и знают, что у Коломеева стоит елка круглый год, и это заряжает энергией, заряжает позитивом. Она стоит полностью 365 дней в году, и когда приезжают гости, они удивляются. Не важно, там, лето, Пасха, 9 мая. Это наша новая традиция, и все знают, что Коломеев елочная игрушка – это круглый год. Конечно же, мы каждый год меняем елочные игрушки. Один год мы можем наряжать полностью различные фигурки, домики, избушки, Дед Морозы, различные персонажи детские. Следующий Новый год мы можем наряжать только шарами разных диаметров, в золотом стиле, в красном цвете, в синем, в зависимости от настроения. По-настоящему любимое дело не надоедает круглый год, а масштабы производства, до которого удалось дорасти, поражают самого основателя. В 2009 году, конечно, никто не думал о будущем, как это будет. Бизнес строился, бизнес развивался. Когда я начинал, было все просто. 5-10 образцов – это было начало производства. А то, что компания выросла и сейчас производит 10 тысяч артикулов, конечно, это дорогого стоит, это круто, это огромный объем. Мы лидеры. В стране реально не хватает игрушек. Я понимаю, что мы можем масштабировать свой бизнес фикс-2, фикс-3. Это очень много, это сложно, это каждый рисунок в своем цвете, это сойти с ума. Это очень много, это просто безумно много. Никто, в принципе, столько никогда не производил. Если шар задуман дизайнерами не однотонным, а с различными элементами, то его перемещают в художественно-декоративный цех. Рисунок на некоторые игрушки наносят автоматически на участке тампонной печати. Логотип или другое сложное изображение человек рисовал бы весь день, а эта машина печатает за полторы-две минуты. Эта машина работает следующим образом. У нас есть клише из специального фотополимера. Оно ставится на магнитную пластину. Сверху клише расположен контейнер с краской и ракельным ножом. Контейнер с краской наезжает на изображение. Вытравленная полость заполняется краской. Далее ракельный нож снимает лишнюю краску. После чего тампон перемещается, опускается на рисунок, забирает краску. Затем тампон перемещается к шару, опускается на него и оставляет отпечаток. Вот мы получили почти готовое изображение. И так происходит несколько раз до тех пор, пока все цвета не лягут на своё место. Однако после нанесения автоматической печати шар все равно дорабатывается художником. А вот фигурки вроде снеговика в этот цех не попадают. Их сразу отправляют на роспись. Наш снеговик почти готов. Сейчас мы передаём заготовку снеговика художнику, где художник вложит душу, прорисует нам все детали и получится замечательный снеговик. В процессе росписи используются дополнительные декорирующие материалы. Глиттер, стразы, текстильные элементы, придающие новогодним шарам блеск и другие особенности. Когда художник приходит на эту работу, он сталкивается с определенными трудностями. Это рисование на сфере, потому что рисование на сфере несколько отличается от плоскости. От рисования на мольберте или на листке бумаги. Поэтому есть своя специфика работы. Есть определенные материалы, которые мы используем, и определенные инструменты. Вы знаете, мы когда работаем, у нас достаточно большая команда, которая вкладывает душу абсолютно в каждый шарик. И я думаю, в этом самое главное, важная вещь и составляющая. Хочется, чтобы все об этом помнили, знали, когда выбирают наши шарики. Как найти оборудование для производства? На фабрике Коломеев есть серия неокрашенных и неметаллизированных украшений. Они называются «Голье». Их расписывают, оставляя фон прозрачным. И иногда заполняют внутреннюю полость шара искусственным снегом или другими мелкими наполнителями. Как именно создаются такие шары, основатель компании предпочитает не рассказывать, сохраняя тайну. У нас есть технология. Мы научились изнутри наносить дизайны, узоры. Это тоже наша полностью разработка. Мы создавали совместно с нашими коллегами из европейских стран оборудование. И аналога этому оборудованию нет. Поэтому мы какие-то моменты не раскрывали сегодня тайну на нашем производстве. Нет никакого оборудования, которое просто прийти, купить. Нет такого. То есть по факту мы изобретали. Мы изобретали собственный самолет. Когда показывали нашим партнерам, нам все говорили, это невозможно, так не может работать. Первое оборудование, которое было у нас на производстве, мы конструировали с супругой, с Ириной. Мы рисовали, как это должно быть, находили компании, которые понимали то, что у нас есть картинка. Мы понимали, как это должно работать. Соответственно, из головы перекладывали на бумагу, с бумаги специалистам. И вот первый станок, который был сделан для печати шаров, нанесения, это вот именно было полностью стопроцентное наше участие с супругой. Роспись игрушки – не финальная стадия производства. Впереди еще два важных пункта перед тем, как изделие упакуют. Стеклодуб выдувает елочную игрушку, и получается вот такой длинный уз. Это нужно для того, чтобы в каждом производственном процессе было удобно разрисовывать игрушку, окунать, серебрить. И сейчас мы в цеху по обрезке елочной игрушки. Это финишная прямая, где игрушка приобретает конечный вид. После того, как мы обрежем ножку, мы наденем колпачок, да, и помимо колпачка, наша отличительная особенность – мы наденем наш фирменный медальон Коломеев. Это наша отличительная особенность. На все елочные игрушки мы надеваем фирменный медальон Коломеев. Каждый год фабрика Коломеев модернизирует производственную базу и внедряет новейшие технологии. А среди партнеров бренда не только крупнейшие торговые сети, но и около 300 представителей среднего и малого сегмента розничной торговли по всей России от Калининграда до Владивостока. В чем идея фабрики? Праздник в каждый дом. Так фабрика Коломеев определяет свое призвание. Но чтобы радовать людей лишь в одну новогоднюю ночь, заводу приходится работать круглый год. На самом деле фабрика производит елочную игрушку 365 дней в году. То есть если на сегодня мы понимаем, что вы покупаете елочную игрушку в следующий год дракона, то для нас сегодня уже мы производим змея. Это 2025 год. Соответственно, у нас нет перерыва ни в январе, ни в мае, ни в августе. Те вещи, которые мы производим из стекла, они ценны тем, что люди на каждом участке вкладывают туда свою душу. Это не просто штамповка из 3D-принтера или из какой-то машины, которая выдувает пластик. Здесь 90% ручного труда. И каждый человек, который вложил свою лепту, вложил туда часть своей положительной энергии, обязательно через это изделие передается к остальным людям, которые этим изделием пользуются. Елочная игрушка из стекла может храниться годами, потому что игрушки, которые были от наших родителей, от бабушек, от дедушек, они до сих пор бесценны, они есть, и они используются на всех елках страны. И хочу сказать, что стекло ни с чем никогда не сравнится с другими материалами, из которых изготавливается елочная игрушка. Почему стекло? Стекло имеет другую ценность. Стекло смотрится, переливается, блестит. Яркие присыпки на стекле. Поэтому по пластику никогда даже не было идеи нарядить елку пластиком, потому что игрушка очень простая, она есть везде, а стеклянная игрушка – это прям традиция. И именно смотрится дорого, богато. Поэтому стекло, конечно. Идея была в том, чтобы создать бизнес именно по стеклу, по традициям, по истории елочной игрушки. У нас основной слоган компании «Пережаем Деда Мороза», потому что мы производим елочную игрушку круглый год и дарим ее до Нового года. От продукта, который мы производим, я получаю удовольствие, потому что радость, которую приношу я и наша компания, она бесценна. Эмоции, которые получает покупатель от нашей игрушки – это действительно слезы. Это эмоции, которые нельзя передать, неважно, какой покупатель. Это молодой человек, девушка, бабушка, взрослые. Они получают эмоцию до слез, получая в подарок или покупая нашу игрушку. Редактор субтитров А.Семкин